Жизнь не делает ни одного лишнего движения. Алиса, привет. Я тут. Расскажи мне, кто такая Татьяна Шитова? По данным Русской Википедии, Татьяна Шитова, российская актриса театра, кино и озвучивание. Рассказать ещё? Расскажи, кто такая Ксения Буржская. В интернете пишут Ксения Буржская, выпускница направления рекламы и связи с общественностью СПБ ГЭТУЛАТИ, журналист, пиар-специалист, маркетинговый аналитик, писатель, поэт. Расскажи о себе. Я голосовой помощник, который может найти ответ на любой вопрос и даже выполнять простые задачи. Алиса, тебе нравится твой голос? Да, а вам нет? Мне очень, а я тебе нравлюсь. А что, стало заметно? Покраснело даже. У нас сегодня в гостях будет Таня Шитова, твой голос. Привет ей, огромный. Всем привет. Сегодня у нас в гостях Татьяна Шитова, актриса дубляжа и голос очень крутых персонажей, с которыми вы наверняка знакомы. Алисы. Всем привет. Да, и, в общем, разных актеров, актрис. В общем, сейчас мы об этом, обо всем поговорим. Таня, расскажи сначала, ну, самый, наверное, простой вопрос, который тебе всегда задают. Как ты вообще поняла, что ты хочешь работать голосом? Как ты к этому пришла? Ты знаешь, я к этому совершенно не приходила и ни разу этого не понимала, потому что я закончила высшее театральное училище имени Щепкина, соответственно, я работала в театрах, соответственно, там, съемки в кино, а попала я вот в дубляж, да, совершенно случайно. Меня мой однокурсник, который был ведущим диджеем на какой-то радиостанции, попросил почему-то меня, не знаю почему, помочь ему бесплатно озвучить какой-то, ну, ролик, ну, джингл про него в двух-трех словах. И вот ты знаешь, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я к нему попала, значит, пришла на студию, на станцию, радиостанцию, и там оказался классный звукорежиссер Сашка Самохин, которого я с тех пор вообще потеряла в этой жизни. Вообще его как-то он ушел из мира звука, видимо. Вот. И он за меня зацепился и стал со мной работать и все время приглашать меня на какие-то ролики. Я вообще не понимала, что я там делаю, потому что ролик там в 20-30 секунд что-то там сказать, еще изобразить каким-то голосом, я вообще на это мало обращала внимания. И вот так вот постепенно, по чуть-чуть открылась вот эта область, в которую я вообще ни разу сама лично не шагала. Я не пробивалась, я не была, вот как сейчас люди, а как попасть в дубляж? Да я понятия не имею, как в него попасть. Я как-то вот, ну, меня завела моя река вот в это русло. И вдруг это выросло, знаешь, стало громадных-громадных объемов. И сложилась эта Яндекс.Алиса, которую, да, там, все теперь в ТикТоке, кому только не лень пародирует, понимаешь? То есть это почему-то само сложилось. Я ничь, я палец о палец не ударила, я не сделала ничего. И вообще к своему голосу как относилась, так и отношусь очень просто. Что абсолютно никакой заурядный, обычный, стандартный голос. Слушай, ну у тебя же много на самом деле голосов, ты же всех абсолютно озвучиваешь разными голосами. Но вот я помню, что я была просто в шоке, когда я впервые услышала, как ты записываешь Алису, и услышала твой настоящий голос. Я подумала, как вообще возможно делать такие два разных голоса. И, собственно, как ты это делаешь? Сколько у тебя вообще голосов? Ты можешь озвучивать всех, там, не знаю, от девочек до бабушек, или у тебя есть все-таки какой-то, какой-то амплуа? Смотри, я тебе скажу. Ну, во-первых, когда мы озвучивали Алису, ты понимаешь, например, я могла прилететь, я, как Таня Шитова, не выспавшаяся, раз, это раз мой голос, недовольная, два, уставшая, три, или мне все надоело, четыре, да? И ты слышишь мои голоса. Наверняка я, как мне говорит моя дочь, когда я с кем-то кокетничаю, допустим, да? Она мне говорит, мама, ты прям по-другому разговариваешь. Ты вот сейчас прям как с Карл Киоханссон, или как? Да-да-да, берешь такую-то красочку. Ну, я, а если говорить серьезно, то, конечно, в арсенале любой артистки всегда есть, ну, свой диапазон, и вот поставь нас, да, там, ну, или, да, меня одну поставь, буду ли я в мультиках озвучивать? Могу девочку, могу мальчика, другое дело, могу бабушку, другое дело, что из моего цеха я знаю людей, которые сделают там того же мальчика круче, лучше, он будет вкуснее, этот мальчик, понимаешь? Вот, а так мы каждый, конечно, у нас есть как бы, ну, свои пристроечки, как бы я вот это сделаю, как я вот это? Ну, и плюс, конечно, самое главное, это видеть того персонажа, который перед тобой, не просто я окривляю голос, так голос, я так голосом не работаю, у меня школа Щепкинская, я работаю нудром, поэтому мне нужно как бы понять, кто у меня на экране, какой он, и что с ним происходит, а голос он уже как бы сам тебя догоняет. Слушай, а как ты это понимаешь, когда ты вот дублируешь фильмы, ты же их не видишь, я так понимаю, перед тем, как ты начинаешь их дублировать? Конечно, конечно. Как ты это делаешь? Как ты этот характер считываешь? Слушай, это очень сложно, а сейчас это стало еще сложнее, потому что в фильмы все приходят, все под грифом секретный невероятно, то есть все, то есть все у нас, весь экран, и все зашифрованы, ты еле вообще можешь увидеть своего персонажа, и тебе скажу. Я помню, мы однажды так звучали, господи, какой же фильм, когда я озвучивала Мэган Фокс, каких-то трансформеров, что-то такое, и они шли прямо, знаешь, вот так очень-очень секретно, и мы ходили, озвучивали в начале ролики к фильму, то есть ты ни фильма не знаешь, ни сценария, да и героиню там такой бегущий кружок, вот она уже сказала, где кто-то, может ее рот поймает, может нет, то есть вот так, ты ничего не знаешь. Вот, другое дело, что поэтому, вот сейчас, когда такое время, знаешь, я все могу сам, я такой, я нейтральный такой, солдат Джейн, я все могу, я себе и генерал, я себе и солдат, вот это неправда, вот это упрощение, знаешь, профессии, это неправильно, потому что для этого присутствует на записи режиссер картины, режиссер дубляжа. Он знает все про картину, кто играет там, что играет, что конкретно в этой сцене, и он будет твоим проводником. Конечно, а ты же не можешь, тебе не дают картину смотреть, очень редкие случаи, когда тебе дают заранее посмотреть картину, и то ты приходишь, подписываешь 100 бумаг, сидишь там в маленькой комнате, в телефоны все это убрано и так далее, бывают такие случаи, вот, а так должен быть звукорежиссер, который, да, работает с компьютером, со звуком, режиссер, режиссер картины, актриса, которая слушает, да, все комментарии режиссера, вот так, ну, а потом ты, я актриса, мне не нужно ничего объяснять, я в любом случае буду делать, отталкиваясь от данного мне персонажа, да, я буду делать эту роль, плюс, ведь моя героиня, когда живет на экране, она же тоже играет, что она здесь и сейчас, а не то, что, вообще-то, я знаю по сценарию, я потом, да, там, убью кого-то, она же тоже, как бы, дышит здесь и сейчас, со мной, то есть вот это, такое, настоящее, ежесекундность обязательно должна присутствовать, обязательно, и у нее на экране, как у актрисы, и у меня вместе с ней, вот. Хотя бы текст ты видишь заранее, или тоже ты его получаешь... Нет, нет, понятно, ну, о чем ты говоришь, вот почему-то первый вопрос, это, знаешь, как на театре, когда играешь в театре, первый, ты стараешься, что-то вымучиваешь, какие-то чувства, мысли о чем-то высоком, а тебе задают первый вопрос, слушай, а как мы столько текста выучили? А ты же ты мне про текст, а ты видишь текст? Нет, текст я не вижу, это вообще, ну, профессионально, говорить хорошо текст, или говорить его без запинки, или читать быстро с листа, это не должно быть вообще проблемой, и это действительно, ну, опытом это достигается, сначала мелкими шажками, сначала тяжелее, потом ты уже, это вообще не должно, у тебя ни текст, ни бегущий тайм-код, в какую тебе попасть секунду, ни говорящий ее рот, как разложить, это вообще технические вещи, они... Высокое искусство не об этом, это просто то, что ты должен уметь делать, наборчик, ты его набираешь. Ага, слушай, а все актеры дубляжа могут пародировать, я просто видела твои классные ролики, когда ты в инстаграме каких-то героев там, мультяшных, или кого-то пародируешь, у тебя так похоже получается, вообще, поскольку я там часто смотрю с ребенком мультики, я смотрю прям вообще, как будто ты озвучила. Слушай, нет, нифига, вот ты знаешь, нет, я нисколько не пародист, конечно, когда-то чего-то я там пародировала, все мы что-то пробовали, я помню ходила, когда еще вообще там в детстве, у меня такая была певица, мне очень нравилось, Сабрина, она была такая вся в груди, ах там, в попке, и я мне так нравилась, я тоже надевала какие-то шорты, и изображала ее, что я пою, и ходили мы с девчонками по квартирам, к их родителям, и я все показывала, мне нравилось изображать, ну и все, в общем, на этом моя пародия вся закончилась. Пародировать я не умею, есть люди гораздо лучше пародирующие, и ту же мою Алису, понимаешь, я сама пародирую Алису хуже, чем кто-то из ТикТока, да, допустим, например, и вот, и оказывается, вот я ходила к Арине, девочке, которая вот на пародиях, да, и она мне приглашала пародию, я ей сказала, я говорю, Арин, я не умею пародировать, она говорит, да не может быть, я говорю, ну правда, вот, и там знаешь, какие люди с комментариями попадаются, ну прям, нет-нет-нет, вот букву О она сказала не так, вот, знаешь, этот персонаж разговаривает не так, то есть все себя считают суперпрофессионалами, они знают, как говорят. Как все в интернете. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да А пою я, действительно, потом я там, например, в фольклорном ансамбле «Обереги» пела, но нотной грамотности, как поет Дима Билан, хотя в каком-то мультике я с ним пела, в него пытаясь попасть там в микрофон, вот, он пишет все это отдельно, там Дима сначала писался, потом я, я там в каком-то мультике его жену какую-то играла, и мне тоже надо было петь, вот, то есть, но я, у меня достаточно хорошее ушко, да, ну, и как-то я пою, но я не певец, как Дима Билан, я не могу про себя сказать, знаешь, когда пишут, я актриса, продюсер, режиссер, певец, диктор, могу полечить от болезней, то есть, это не мое, я четко абсолютно актриса, и вот я так пою, да, меня утверждали там в мультике «Красавица и чудовище», например, я там пела, да, да, меня утверждали, у меня, например, был мультик, где Скарлетт Йоханссон, господи, какой-то она где, Зверопой, что ли, о нет, или Зверополис, Зверополис, да, 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 и она там играет эту, ну, в смысле, озвучивает вот эту дикобразиху какую-то, и там нужно было петь, и пробы были и, значит, речевые, и отдельно были вокальные пробы, и причем пробы мы делали на английском, и, значит, американская сторона нас развернула, мне сказали, Таня, нам сказали, мы отослали обратно Скарлетт Йоханссон пробу, а это была я, ну, поющая на английском, как она, ну, и меня утвердили, что я же буду ее и петь, только уже потом там на русском языке, вот, то есть тоже прохожу какое-то, да, бывает утверждение, а еще, знаешь, у меня был замечательный фильм, называется «Плохая училка», надо, конечно, его с дочкой посмотреть, там у меня Кэмерон Диас, и она там тоже поет, но там было легко петь, потому что она плохая, это легче, ну, то есть как-то там могу попеть. Слушай, а вот про Скарлетт Йоханссон и Кэмерон Диас, как это происходит, это утверждение? Они сами слушают, как это утверждают, или это просто американские продюсеры говорят, да, вот хотим этот голос, и он будет официальный во всех фильмах? Нет, я думаю, что, да, нет, 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 я думаю, что девушки к этому абсолютно не причастны, у них есть своя сфера деятельности, и она более творческая. Конечно, это продюсеры, это вот люди уже, да, в продакшене, кто-то, да, это они утверждают, они присылают, но не девочки, вряд ли девочки, они могут, наверное, знать, но я вообще думаю, что это не самая для них интересная тема, они делают свое дело, и каждый на своем этапе делает свое дело. Ну, официальный голос, это значит, что в каждом теперь фильме, да, где есть эти актрисы, ты точно будешь озвучивать, или они все равно... Я тебе так. Нет, я тебе так скажу, все гораздо... Нет, сейчас прям я села на Скарлетт и поехала. Ничего подобного. У меня в жизни было несколько раз, когда я на этих же актрис опять костинговалась, да, еще ряд там девочек костинговался, и опять, например, раз, и утверждают меня. Ну, здорово, потому что надо понимать, да, что у людей с возрастом, с физиологией может меняться голос, да, подача волоса, все может меняться. Ты бросил курить, например, да, и стал разговаривать, может, гораздо выше, да, а с Карлетт, может, наоборот, стало там, чтобы не путь, да, и разговаривать с ним. Поэтому перекастинги, они периодически существуют. Стараются придерживаться, знаешь, как бы, чтобы, ну, зрителя не путать, чтобы не было, что у нас идет пять премьер в кино, и все пять, вот там, мне нравится Таня Шитова, она у меня в пяти картинах разговаривает, чтобы не было такого безобразия и такой вот, ну, как бы путаницы тех же зрителей, да. Поэтому как бы закрепляется голос, но это не значит, что я в каждой картине. Ты обязательно найдешь картину, там, неважно, крайнего творчества или еще по каким-то причинам, где озвучивает Карлетт Йоханссон, там, не я, а кто-то другой, и даже несколько, да, за период жизни в разное время кто-то ее тоже поозвучил. То есть это, ну, я бы сказала, знаешь, так, процентов, скажем, 80, что я ее озвучу. Вот. А так, я говорю, и плюс голоса могут уходить. Вот как приходить, так и уходить. У меня была Мэгган Фокс, и когда я не смогла озвучить, у нее был фильм, где «Черепашки-ниндзя», не помню, что это, как он называется, и я озвучила его, но поскольку все под грифом секретно, мне сказали, придет перемонтаж фильма, придет там в течение двух недель, а он не пришел в течение двух недель, а я улетала с дочкой на отдых. А когда он пришел, а меня уже нет. И меня переозвучивала другая актриса, за которой потом и закрепился голос Мэган Фокс. Так, я потеряла Мэган Фокс. Печальная история. А ты потом смотришь эти фильмы, вот, когда они выходят уже, и можно их, наконец, посмотреть целиком? Вот, знаешь, как... Вот у меня вот такая кухня. Я нет. Мне всегда кажется, что это немножко не очень правильная работа над собой, потому что ты себя тогда... Если я звучу, а потом бегу... Так, как я? Смотреть. Я приучаюсь, как мне кажется. Другие артисты скажут по-другому. Не к правильной вещи. Я приучаюсь к внешней тонации. Как я... Ага, вот здесь вот так, понятно. Так, значит, когда я плачу, мне надо... Вот так. Я не тем путем иду. У меня действительно Щепкинская школа — это школа перевоплощений и переживаний. Мне, более того, мне даже не надо, чтобы от себя и так очень трудно убежать, да? А мои героини и актрисы, и персонажи, они разные. Чем более неожиданно я пойду каким-то рисункам, а тем более голосовым, тем лучше. Поэтому я считаю, что так, если ты будешь только все время себя отсматривать, контролировать, это ненужный контроль. Ну, блин, а если ты захочешь посмотреть этот фильм просто, вот он вышел... Просто тогда делается по-другому. Я тебе тоже... Как-то меня тоже волновала там одна картина, я думаю, я хреново там позвучала. Какой-то кошмар, и я прям все вообще закрылась, не хотела. А по прошествии времени, именно времени, ты смотришь, и думаешь, нет, ничего, хорошо. То есть лучше смотреть спустя какое-то время. Я могу... То есть это что касается взрослых фильмов. Я знаю, что могу. Вот с ребенком. Вот с ребенком ходить, она там выбирает какой-то там мультик, да, там или что, там кино. Вот тогда мы идем, и, например... Ой, я думаю, ой, господи, да. Она мне говорит, что ты мне не сказала, что ты здесь звучишь? Я говорю, да я уже, Васенька, не помню, что я здесь звучу. Ну, тогда мне интересно на большом экране, но опять же посмотреть мультик, вот весь этот как бы... А что сегодня у нас, да, там, что мне нравится, не нравится, интересно, неинтересно. И то я, как правило, смотрю кино. Ни свою работу, ни чью-то там другую дубляжную работу своего коллеги. Никогда в жизни. Да, я и говорю, что, наверное, же интересно посмотреть все равно кино. Ну, то есть... Кому кино? Ты можешь абстрагироваться от этого. Я, ты знаешь, я ужасно дешевый зритель, что называется. Я покупаюсь сразу. Я даже если прихожу с фигой в кармане, да, думаю, ну, сейчас, ну, я-то все здесь знаю про работу, про профессию. Я покупаюсь вот с первых трех нот. То есть я считаю, что у нас хорошие дубляжные ансамбли, действительно, все правильно складывается, правильно режиссер подбирает, кто участвует в картине, да, какие голоса. Вот ансамбль получается правильный. Потому что, когда он неправильный, и один человек, он сразу выбивается. Ты прямо думаешь, господи, да кто это звучал? Так ужасно. То есть ты прямо слышишь, тебе это режет ухо, что, ой, как не ложится. И это ухо даже не всегда там непрофессионалу, да, режет. А, например, у меня, ну, мои родственники, когда ходят, говорят, ой, да кто там, Таня, кто это звучал там? Так плохо. То есть режет, ну, понятно, что, да, человек немножечко, либо из другой сферы деятельности к нам пришел, да, и нужно, чтобы он позвучал там для там какой-то коммерческого основания, да, или еще чего-то. Вот, кто-то хорошо вписывается, удачно, кто-то вписывается, но не вписался, вписался как смог, как получилось. Понятно. А, слушай, ты когда-нибудь хотела на радио работать? Мне кажется, это вот, ну, по крайней мере, в моем детстве это была прям вот голубая мечта, работать на радио, да, вот выходить в эфиры, вот. И казалось, что лучшие голоса, вот они вот как-то нравятся. Сейчас радио, конечно, ну, таким, каким-то флером уже не обладает, но были ли вообще такие предложения, попытки, я не знаю? Нет. Ты знаешь, я точно понимала, особенно, когда у меня пару коллег устроились работать на радио после института, не в театр, да, а на радио попали. Я прямо поняла, что... Я как-то задумалась, думаю, блин, вот да, действительно. Потом я поняла, думаю, нет, значит, во всей музыке я не разбираюсь. Я вообще не могу это представлять, да, например, если это музыкальное радио. Или там, думаю, новости. Ну, я в политике тоже не очень, как бы, разбираюсь. Это не мое. Ладно, что там сиди, озвучивай просто. Читай с листа. Новости, да. Я, наверное, больше... Я как актриса, я больше хочу в кадр, а не за кадр. В кадр. Вот. Окей, а вот мы с тобой вместе познакомились, в общем, в Алисе. Расскажи про нее. Как вообще это получилось? И для тех людей, которые ничего про это не знают, знаешь, как я прихожу на бокс, и у меня мой тренер спрашивает. Он говорит, ну что, много слов сегодня для Алисы написала? У него вот такое представление о том, что я делаю. Так что, я думаю, что у большинства людей, знаешь, представление примерно такое, что приходит Таня, начитывает 200 миллионов слов из словаря Ожеговой, я не знаю как. Ну вот, расскажи, как это было? Ну, слушай, да, мне тоже те же вопросы задают, а сколько ты начитала? Ты сколько написала, а я сколько я начитала? Да, ну, я могу сказать, что то, что вот результат получился Алисы, да, сама работа была гораздо, ну как это, она была просто, ну, трудоемкой, она была суше, то есть мне нечего рассказать там, знаешь, как, блин, мы так зажигательно работали на этом проекте, да. Это результат классный, да, но это, да, уже творчество нескольких сфер деятельности, да, разных людей. Вот, а сама моя работа была абсолютно такой, она была трудной, потому что много было начито на слов, разное заполнение, ну, в двух словах, это действительно как бы разное заполнение корпусов, да, там, ты пишешь корпус, там, не знаю, например, для медицины, и пишешь следующую какую-то тему, следующая, что-то из художественной литературы, что-то совсем не из художественной литературы, какой-то катавасину ты пишешь. Вот, и было это, достаточно, говорю, сухо, трудоемко, где-то, ну, было тяжеловато, когда тебе нужно прямо, ну, там, на одной интонации что-то, а ты же, ну, ты существо мыслящее, и тебе сложно, ты говоришь, ну, это так невозможно, так нельзя читать, ты говоришь, да это просто нужна вот для интонации, неважно, что ты читаешь, а ты же все время включаешься, нельзя читать. Вот, в общем, достаточно такая была сухая, продолжительная, большая работа, которая на каком-то этапе, помню, по-моему, когда еще первый прям выпуск был Алиса, мы были, соответственно, какие-то сроки, да, и помню, что было прям вот тяжеловато, прям вот что-то мы все прям, помню, как-то сдали, сдулись вот, что нужно вот прям как-то колесо телеги, совершенно не так радостно, как Алиса может разговаривать и отвечать, вот. Ну, и много было, поэтому, поскольку вот напряженная такая работа, много было каких-то споров, таких каких-то человеческих вспышек, что тебя там надоедало это там читать на каком-то моменте, хотя все как бы очень лояльно друг к другу и с пониманием относились, особенно, когда пришли люди, да, уже работающие с тобой, как бы, ну, в каком-то постоянном партнерстве, да, никогда кто-то приходит и говорит, все, вот, это нам не подойдет, ну, эта буква опять не так, это, и ты говоришь, я-то не робот, да, чтобы вам, я говорю, вот, я говорю, как я говорю, все. Нету здесь дыхания. Потом поняли, что так, хорошо, это не страшно, пускай, если что, там это вырежем, ну, как-то так вот, знаешь, уже, ну, и как-то вот такие притирки были, интересные знакомства. Мне было, например, интересно знакомиться с представителями Яндекса, потому что я видела молодых людей с горящими глазами, то есть вот этот вот энтузиазм, желание, все работали на какую-то цель, это, это потрясающе, это тебя подкупает, ты как бы, я тоже с вами работаю на это же. Вот, вот как-то так. Давайте для контраста спросим у нее, она тут у меня стоит. Алиса, как дела? Отлично, но немного одиноко. Говорите со мной почаще. Нет, ну, вообще не похоже, вообще, ты вот сейчас слышишь синтезированный этот голос, он похож на то, что было изначально, на то, что вы записывали? Или все-таки синтез сильно меняет? Ну, как, безусловно, синтез меняет, и я слышу синтез, да? Я слышу синтез, насколько он, как я, например, говорил, ну, то, как я разговариваю, я себя вообще так не слышу, не воспринимаю, понимаешь? Другое дело, что я, да, я не разговаривала, как робот, чтобы было бы резать легче между буквами, да? То есть я говорила абсолютно нормальным, какой-то там выбранный, скажем, каким-то выбранным тембром, да, достаточно, например, ровной интонации по большей, да, там, части. Вот, ну, вот и все. Поэтому она, конечно, для меня разговаривает иначе. И этих нюансов, да, вот, которые тоже пародируют, еще что-то. Я их, вот, если бы мне не накидывали в мой телефон, а вот, смотрите, а вот вас там, а вот девушка вас, а вот девушка. Я думаю, блин, эта девушка знает обо мне гораздо больше, чем я, потому что я не фиксирую эти штучки собственные, интонации, которые там, вот, они влипли в Алису, да, тоже в том числе. Я не бесит сейчас, что из каждого утюга это, ну, то есть ты захочешь, в такси, там, навигатор, нет, не парит вообще. Мне тоже задают этот часто этот вопрос. Ты представляешь, вот, нет, ну, потому что я работаю голосом. Я настолько привыкла работать со звуком, и мне мой голос, он как, ну, очередной голос, как голос в череде, да, стоящих других людей, как твой голос. Я его не воспринимаю. Я знаешь, когда воспринимала свой голос? Когда в мое еще время были эти магнитофоны, и, допустим, мы что-то там, и вечеринку какую-то кто-то записал. И вот ты наутро, не наутро, не важно, там, вы прослушиваете отрезок записи, ржете, смешно, и вдруг тебе режет прям чьи-то голос, и говоришь, фу, а это кто с нами был? Он говорит, так это что им говоришь? Обычно так, да, обычно про свой голос так говорят, что что-то. Вот, что он как-то прям режет тебе слух. Но сейчас, когда это стало, да, там, частью твоей жизни и какой-то профессии, я себя уже так не слышу. Для меня мой голос одинаково ровный, как и все остальные голоса, абсолютно. Я его не замечаю. Вот. В чем секрет? Да. А как ты вообще запоминаешь, каким голосом надо когда говорить? У тебя же много героев, и, например, там, тоже, не знаю, когда ты озвучиваешь одну и ту же актрису, нужно же примерно одним каким-то тембром разговаривать. Как ты не путаешься? Нет, ну, конечно, не путаешься. Но если, нет, вообще, если ты вот именно с закрепленной героиней, да, там, Скарлетт Йоханссон, Натали Тампорт, он какое-то время была, там, Камерон Диас, кто там, Марго Робби. Ну, в принципе, ты уже как бы их шкурку надевал. Ты все равно примерно, да, ты прямо в нее легко въезжаешь. Но это как, например, спектакль, да, когда ты играешь в спектакль, если ты его играешь пять раз, ну, ты нормально в это войдешь, в это русло. Да, и как раз с этими голосами мне работать проще, потому что я как бы нутро вот это, я уже знаю другое дело, что мы разыграем другую сюжетную линию, да. Тут она там трагичная, а здесь она вдруг комиком стала. Но, в принципе, мне она, да, там, уже ее ужинки, ее вот эти все какие-то нюансы, они мне, я уже их делаю, знаешь, когда ты делаешь вместе с ней. И то я 300 раз там все равно пересмотрю, попрошу мне, прокрутите мне еще раз этот момент, потому что я, конечно, могу предположить, как она делает, а вдруг она по-другому. То есть нужно прямо четко, чтобы, нужно, чтобы, ну, она же, да, работала, нужно с ней влиться, не свой рисунок хороший сделать, а именно, чтобы вот совпало все, вот мы совпали. Есть кто-то, кого бы ты хотела озвучить, какая-то актриса, которую ты еще не озвучивал, но вот прям смотришь на нее и думаешь, я могу, классно. Нет, слушай, я тебя, наверное, разочарую, конечно, но нет, так же, как мне говорят, сейчас ты будешь играть такую роль, которую не играл никогда. Ну, неправда, я уже играла, ну, все, я очень много играла, и классики, и не классики, и также в озвучке кино, да, там, я уже и такую роль сыграла, и секую, знаменитую артистку и не очень, и мальчика, и девочку. Поэтому мне, наверное, не это интересно, мне, когда я озвучиваю кино, мне, знаешь, больше интересно, как бы, чтобы это кино на меня произвело впечатление. И когда у тебя происходят вот эти фильмы впечатления, вот это мне интересно, я с этой точки зрения рассматриваю. Не что бы я еще бы хотела позвучать, а для меня моя профессия вот сейчас интересна именно, то есть вот этот какой-то набор, он у меня уже есть, я уже его прошла. Это когда тебе 20, ты думаешь, ой, мне бы сейчас Гамлета, например, да, Жука какого-то, не поддается тете, вот. А мне уже сейчас, на моем этапе, мне интересно именно, чтобы фильм, который я смотрю, произвел на меня впечатление. И вот такие фильмы есть. Я тебе скажу, вот вчера меня все поздравляли, значит, с Оскаром, потому что, значит, вручали Оскар, я тебе скажу. Была картина, называется она, она вот сейчас, Отец и Хопкинс, вот, когда Молчание ягнят, да, вот, взрослый дядя, он, старина Хопкинс, получил Оскара за лучшую мужскую роль в фильме Отец. Это кино, которое, когда я озвучивала, произвело... Ты, надеюсь, не Хопкинса озвучивал? Нет, 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 жаль, а то он бы, наверное, надо уже сказать, жаль, там не ты меня озвучила. Нет, я озвучивала, знаешь, он, ему нужно, он страдал деменцией, да, грубо говоря, взрослый, стоящий отец, и соответствующими заболеваниями, и его дочка, она там уезжает, или что там, ей замуж надо было срочно, неважно, и вот как она видит, как меняется как бы сознание ее отца, как это, как это больно, трагично, да, ты знал другого там отца своего, вдруг он вот такой, и она отцу подбирает сиделку, и вот он, это не та, ну, это не то, плюс они у него где-то путаются, перемежаются, и в конце концов он находит вот это, ну, была найдена эта идеальная сиделка, идеальная женщина, образ какой-то прям идеальной, ну, женщины, да, не именно сиделка, что она сидит, а с точки зрения какого-то женского идеала, вот, которую сыграла британская актриса Оливия Уильямс, и ее дублировала я, и вот на меня вот этот фильм вот реально произвел впечатление, ну, потому что, может быть, потому что он такой, я бы не сказала, что он широкомасштабный, он действительно, он узко, у него определенная тема, ну, может, потому что эта тема волнует меня, у меня взрослый, очень взрослый папа, и мы начинаем сталкиваться, допустим, с какими-то возрастными, да, трудностями, это задело меня, мне было это важно, я смотрела прям, ну, тяжело это все, фильм тяжелый, фильм, да, про взрослых людей, не всем эта тема важна, нужна, каждый подойдет к ней в свое время, ну, вот, понимаешь, то есть, вот, это был фильм впечатления, я еще скажу, вот, у меня, знаешь, какой был фильм потрясения, я озвучивала Марго Робби в фильме «Тони против всех», шикарный, это когда ты озвучиваешь фильм, и тебе настолько становится интересно, тоже «Оскаровский», да, же он? Я не помню, он «Оскаровский» или нет, меня не поздравляли почему-то, не помню почему, да, вот, и он был шикарный, то есть, мне захотелось узнать, вообще, биографию этой Тони, это же, ну, реальная Тони Хардинг, реальная была эта фигуристка, она настолько меня впечатлила, а точнее, видимо, так сделано было кино, да, вот это художественное кино, что тебе захотелось, я бы никогда в жизни, наверное, про Тони Хардинг не узнала бы, если бы не это кино, я прям знаю, что когда ты два-три дня ходишь под впечатлением от этого фильма, я рекомендую его всем посмотреть, это потрясающая история американской девочки из бедной семьи, которая как бы становится золушкой, но она не очень угодна, она не, как бы не тянет на американскую, на девушку американской мечты, и ее уберут с пьедестала, а она, знаешь, прям вот меня поражала, какая она, она как дикий зверек, я когда реально посмотрела те кадры, которые я озвучивала, что она на каком-то катании, где у нее была соперница, у нее, оказывается, развязался конек, ну и как ты вот сообщишь жюри, что тебе разрешили перекататься, вот мне в голову не пришло, она подъехала к этой стойке жюри, взвалила ногу, конек им, прямо вот в лицо жюри, и говорит, смотрите, смотрите, видите, конек развязался, и у нее еще такой золотой был конек, блин, ну это, знаешь, это вот, ну, это уму непостижимо, вот девочка вот так, ну, вот это говорит сразу о многом, вот, и ей дали перекататься, но она была вот как бы неугодная, там была другая красавица, которая более подходит там, да, на роль золушки, так ее так убрали из спорта, ее вообще, ее дисквалифицировали, навсегда убрали из фигурного катания, вот не просто наказали, там она, ну, впуталась в какую-то историю, она не была там именно участником, ну, как бы со-участником можно дофантазировать, и ты представляешь, это правда реальная история, ее убрали, а для нее, она говорит, это единственное, чем я могу заниматься в этой жизни, она, то есть, все сделала, да, дошла до пьедестала, молодую девочку убирают, и она потом становится, ты не поверишь, потом я нахожу другие эти кадры, она пошла, ну, как это, женский бокс, ну, то есть, это не, вот если фигурное катание, это изящное искусство, а тут женский бокс, ты представляешь, она, то есть, раскачалась, она стала такой, ну, это невероятно, что происходит с женщиной, да, вот, представляешь, какая судьба, вот, вот, вот такие я люблю фильмы, а ты говоришь, как ты тут работаешь голосом, только нутром, а голоси нафиг забывают. А есть какие-то вещи, которые сложно озвучивать, ну, например, я не знаю, там, постельные сцены, еще что-то, какие-то, когда ты... Постельные сцены, я же мне давали, но постельные сцены сложно, как бы я вам сказала, и трудно, и смешно озвучивать в нашем российском кинематографе. Как-то там, ты знаешь, за бугром все это делается достаточно изящно, и фантазия твоя включается, и работает сразу. А вот в нашем российском, прокате, бывало, вернее, кинематографе, бывало так, что у нас пытаются немножко все дожать. Дожать, дозвучать, и это, и ты уже говоришь, ну, ребят, ну, как-то, ну, уже же все понятно. Нет, еще давайте. И-и-и-и. Как бы интим, это на дворих снималась сцена. Но у нас почему-то, вот я вот, ну, может, я так сталкиваюсь, наверное, это не всегда, я не везде, естественно, я вот так сталкивалась. У меня все время было, что, либо даже и не в сексе. Вот стоит актриса, она так вот говорит, мне говорит, надо тут доиграть, и сказать, что надо было вот так. Я говорю, да как же я ей вот так-то, это все, это же, ну, у него такой экран, как у меня. Как это все вложить? И о сексе то же самое. Давайте, да, погромче, ну, не на баррикадах, что ты там стоишь. Ну, то есть, с сексом, видишь, как-то мы, тут смотря какая страна, да, по-разному бывает. А ты, кстати, в основном, ага, говори, говори. В основном американские фильмы озвучиваешь, или какие-то еще есть страны, чтобы можно было сравнить, как там работает актриса? Да, слушай, и это сразу отличается. европейское кино, да, там вот мы какой-то сериал озвучим, господи, шведы, Скандинавия, не помню, ну, тот край, да, понятен, у них другое кино, им не очень нравится, вот оно чем-то отличается, я не знаю чем, я не могу тебе сказать, чем, в чем там. Такой медленный нуар. Нет, не то, что медленный, да, да, и там, нет, не медленно. Всех убили. классные краски, да, лица другие, другие, да, допустим, непривычные какие-то, да, да, все-таки это скандинавская красота, она другая, да, но очень интересно, мне очень нравится. Если ты озвучиваешь французское кино, это вообще другая, вот это и бисерное, это журчание, да, если это Италия, да, это тоже можно предположить, эти страсти. Италия еще, знаешь, как красивый язык. Если это Мексика, ну все, я все знаю. Наркотики эти, пистолеты, ну все, там все подряд. То есть, конечно, все это разное. Да, да, да. Путешествуешь, не вставая со стула. Нет, нет, а вот сейчас я тебе скажу, у меня сейчас закончился тоже, я попала на турецкий сериал, я никогда не принимала участие в турецком, в сериале, наконец-то я в нем приняла. Это там, ну я, например, там, это около ста серий, скажем так, да. Я представляю это. Принимала. В мониторном салоне однажды смотрела такое-то. Вот, 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 ну то есть все это разное. Если Индия, да, то там еще песни, танцы, у всех своя разная сказка, так интересно. То есть этого добра я, да, насмотрелась. Есть что-то, в чем ты отказывалась участвовать? Спорил. Нет, я не буду это озвучивать, это ужасно. Или, опять же, у тебя нет возможности, когда ты видишь текст уже прям? Нет, у меня было так, что я отказывалась. Я, знаешь, наверное, в своей жизни пожалела об одной картине, но на тот момент я даже, я не то, что не пожалела, мне казалось, что думаю, да, надо это же донести, да, чтобы вот видели, это какая-то была картина про какое-то страшное насилие. Прям насилие, вот что девочку там, что-то такое, и я думаю, и она им в конце, да, как вот, ну, она всех, короче, победила, непонятно каким образом, но она всех победила, и каждому там, правда, каждого настигла, и правда восторжествовала, она каждому отомстила. И я думаю, да, вот это нужно, тратата, и я вот, и мы писали прям практически, ну, знаешь, как бы с первого дубля, потому что кино, ну, тяжелое было бы смотреть, такое мерзопакостное ощущение, да, там от того, какие, ну, там прям очень, поскольку это кино, да, очень прям, если мерзавец, то прям мерзавец-примерзавец, да, там, если он, ну, плохой, то прям совсем человек редиска, ну, то есть вот так было, а она хорошая, да, и мне казалось, это я правильно делаю миссию, потом я поняла, что нет, мне кажется, в этом вообще не надо было участвовать, потому что я вообще не хочу, фильм вышел в прокат, я не хочу, чтобы это видели, я не хочу, чтобы это муссировали, кто-то говорит, нет, правильно нужно поднимать такие темы, а мне где-то кажется, нет, не нужно, да, вообще убрать, почему это вообще имеет право, мне кажется, когда ты показываешь много насилия, то где-то в человеке может откликнуться, ну, как интересно, да, ну, вот, как бы я вот не люблю, еще я боюсь всегда за вот, знаешь, так, неокрепшие умы, именно потому, что у меня растет ребенок, и, например, я тоже отказалась сейчас, я не ханжа, я вот про мат говорю, мат в моей жизни присутствует, но он присутствует, ну, скажем так, ну, в рамках дома, да, ну, я упала, у меня щетка, и я там, да, это домашнее, это не надо выносить за дверь, да, когда я разговариваю где-то с кем-то, ну, я не знаю, но только очень ограниченный, да, там, мой узкий круг людей, которых ты понимаешь, с полуслова вы можете, мне кажется, обсуждать любые темы, вы можете выразиться как угодно, но откровенно нести, что, блин, если ты сейчас не вставишь мат, то ты уже не котируешься, на сегодняшний момент, у меня был фильм, ой, ой, мультсериал пришел, взрослый, и там у меня тоже Марго Робби, Харли Квинн, персонаж, это мой персонаж, и была версия, значит, там, не помню, допустим, 12 серий, обычного, да, дубляжа, юмора, перевода, вот что-то такое, и вдруг они говорят, а мы, Татьяна, хотим еще одну версию, она будет матерной, арк-версия, да, да, и говорит, 18 плюс, я говорю, вы знаете, мне это неинтересно, может быть, когда-то, я уже, наверное, это прошла, я могу там, да, сказануть что-то матом, но когда это не является никакой, чтобы это не было знамени, я представляю, как наши ребята могут, переводчики, продюсеры, и все, кому не лень, сделать покраши российский мат, а он получается совершенно невкусный, ну, может, это смешно три раза, но не 12 серий, к ряду, и где тебе везде мат-перемат, моя героиня будет мат-перемат, говорит, неинтересно, плюс, ну, и что, что версия 18 плюс, а мой ребенок ее нажмет, включит, или ему кто-то поставит, и она послушает, ну, и что, ну, мама матерится матом, насколько ей это будет прикольно, здорово, или еще что-то, в общем, я, например, отказалась в этом участвовать, я даже до такой степени отказалась, я говорю, вы русскую, я говорю, вы нормальную версию возьмите не со мной, например, у вас, да, на плане, чтобы один человек это делал, либо Таня Шитова обе две версии делает, либо Маша Иванова делает обе две версии, я говорю, я готова отказаться от этой своей героини, своего персонажа, ну, я пойму, да, у вас есть своя политика, но так не случилось, в результате я озвучила, ну, именно нормальную версию, которая была пришедшая, а вот эту, там, левой рукой за правое ухо, это уже делала не я, это тоже вышло, не со мной, ну, отзывы разные, я не буду даже говорить, как бы, о своих, да, каких-то впечатлений к пристрастиям, вот, например, вот это, еще не люблю, отказываюсь от чего, не очень люблю дублировать российское кино, вот, не люблю дублировать российское кино. А зачем нужно дублировать российское кино? Слушай, ну, вот бывает так, что не устраивает голос актрисы, не устраивает дефекты фикции актрисы, или что она не доиграла, не дотянула. Это прям, типа, как в Иронии судьбы. А? Это прям, как в Иронии судьбы. Нет. Слушай, но в Иронии судьбы, Вот тогда, 500 миллионов лет назад, это вообще было нормально, да, принято, да, и как ложились хорошо голоса. Я, например, даже как где-то озвучивая, кого-то тоже, по-моему, сказала, я говорю, у вас девочка, говорит, с акцентом, но у вас это очень хорошо ложится на роль. Я говорю, не надо ее переозвучивать. Я ее переозвучила, но я же и высказала мнение, что, говорю, не надо этого делать, оставьте как есть. Она красива была в этом. И так и оставили в результате. Потом ее, ну, родной носительница. Вот. Ну, то есть, да, с какими-то вещами я борюсь или куда-то не иду. Не хочу, не иду, не пойду. И вообще всегда за собой оставляю право, что, будь то там реклама, да, это достаточно коммерческое дело, всегда оставляю за собой право, если мне что-то не понравится в общении, да, как мы делаем ролик, я встану и уйду. И заберите ваши деньги, они мне не нужны. То есть я люблю работать, когда комфортно, когда мы говорим на одном языке. Если вы не разговариваете на одном языке, вам не надо вместе делать проект. Я никогда не поддержу. Три, три, три. Будет дырка, я считаю, да. Не надо 200 раз одно и то же язык. Не надо. Вот. Никогда не понимала, ты знаешь, ну, вот, орущих режиссеров там. Кто-то говорит, он поорет, режиссер. И актер, вот он сейчас прямо это, заблестит. Да не блестит. Актер тупеет. О каком вдохновении и творчестве, полете может идти речь? Не о каком. Это ступор у человека начинается. Поэтому я против насилия во всех смыслах. Ну, во всех областях. Тебе нравится, например, Кураж Бомбей? Слушай, ну да, да, ну да. Это же целая как бы, да, как субкультура, целое искусство. Почему нет? Я вообще считаю, что все имеет право на существование. Я не говорю о том, что вот там у меня есть свои нормы морали, да, или еще что-то. Допустим, я никому тоже не навязываю. Или я говорю, что должно быть, озвучание должно быть только таким и больше никаким. И не надо туда лезть со своими, да, или с прищепками, или еще с чем-то, да. Почему? Я считаю, что у всего найдется своя аудитория. Чем это разнообразнее, тем лучше. Я только против того, что наличие одного – это значит, перечеркнет другое. Либо так, либо так. То есть я как раз не сторонник этого. Я считаю, что, пожалуйста, вот вам, хотите так, хотите сяк, хотите так. Или кто-то. А я люблю смотреть, мне ваш губляж, ваши озвучки не нравятся. Я люблю смотреть фильм там в оригинале. Да ради бога, а что кто-то запрещает? Ради бога. Но не все смотрят фильм в оригинале. Особенно если он и пошли. Французский, да, там, норвежский и прочее, прочее. Я считаю, что все должно быть, а вы выбирайте. А почему ты сама не пришла в ТикТок, где тебя все пародируют и пытаются повторить? Да, мне тоже об этом пишут. Ну, если честно, мне кажется, что это молодежная аудитория и даже уже такая подростковая. А ты знаешь, сколько там пенсионеров? Там вообще просто... Знаю. Ну, почему-то я не очень поддерживаю эту идею, скажем, в своем воспроизведении. Для меня не очень понятно, ну, присутствие, скажем, совсем взрослых там людей в ТикТоке. Мне кажется, прямо... Ты вообще не очень человек в соцсетях, да, мне кажется? Ты же... Ну, почему? Зайди в мой Инстаграм, там уже накопилось количество подписчиков. Да, я смотрю в твоем Инстаграме, как ты скороговорки рассказываешь. Слушай, ну, я тебе так скажу. Нет, я... Мне нравится развитие, да, там, современного мира. Мне нравятся соцсети. Мне не нравится однобокий перекос. Вот я в соцсетях, и все. И меня не вытащат. Я считаю, что вот не должно быть, ты знаешь, таких перекосов. Я очень люблю реальную жизнь. Я очень люблю, там, не знаю, если не я за рулем, а еду в машине, я очень люблю посмотреть в окно. Какие деревья, какие люди ходят. Я их так замечаю. Не через призму экрана. Я сама могу взглянуть в окно. Мне не надо вот так вот это все показывать. Понимаешь? Поэтому я вот не люблю перекосов. Я противница того, что у меня там ребенок, вот, допустим, много сидит. Мы прошли какие-то вещи, я тебе скажу. Когда я выносила из дома компьютер, ноутбук, выносила, оставляя ей только телефон, зная, что она мне разъяренная, будет орать в трубку. Вот. Это все я убрала. Мне пришлось как бы это либо так, либо мы это дозируем, либо, ну, пожалуйста, ты можешь смотреть там, да. Но это должно быть, это не должно занимать всю твою жизнь. Мне жалко людей, которые проводят все свое время в интернет-пространстве. Я считаю, что они потеряли очень много, потому что рядом есть реальная жизнь. Вот знаешь, у меня был один, я озвучивала тоже для Яндекс, ну, там, для проекта, снимали короткометражное кино. Ну, и там героиня, одна из героинь была Яндекса в навигаторе, Алиса в навигаторе. И мне понравилась идея, когда мальчик, он был водителем, такси. А я все время с ним разговаривал, да, как друг. И однажды к нему села какая-то девочка, которая ему понравилась. И он, значит, и Алиса его спрашивает, она говорит, ну, ты чего? Ну, сейчас я найду там, да, ее. Да, Господи, говорит, она, мол, ну, ну, я утрированно сейчас скажу, да, никто и звать никак, ее нет в сетях. А на герой я ответил, нет, это ты, может быть, типа, никто и тебя, это ты не настоящая. Ну, никто, да, он говорит, это ты не настоящая, а она как раз настоящая. Вот, ты понимаешь, и мне вот эта идея очень понравилась. Что, то есть, ну, так же, как был фильм «Она», да, где я тоже делала такую, ну, роль вот этого, да, голосового помощника. Там просто потрясающе, мне кажется, мне очень понравилось, как это было сделано. Слушай, а я была тоже противницей, я прям тоже впечатлилась на тот момент этим фильмом. Он даже запомнил, что боится она. И именно с той точки зрения, что я говорю, это плохо. Ну, как это главный герой, он забивает там, да, на свою девушку все, ему все не важно, ему важна вот эта. Я говорю, ну, это же сеть, ну, это, то есть я была, вот, мне запомнилось кино, именно что я была противницей перекоса ухода в виртуальную реальность. Я за реальность, ну, настоящее реальность. Вот, вот такие дела. Поэтому, ну, соцсети и так далее, а уж если просто там, господи, прости, начинается какое-то обливание друг друга, вот порода людей там этих хейтеров, это вообще не очень понятно и близкая мне порода людей. Понимаешь, если все мировоззрение умещается в двух словах, да, в которых мне расскажут, что у меня жопа к носу прилипла, и все, и это самые главные у человека страсть, чтобы плюнуть другому в лицо, и их много, да, их так много, но если нравится так разговаривать, я своей дочери, опять же, всегда объясняю. Я говорю, ты понимаешь, ты свою жизнь будешь строить сама, не вместе с ними, сама. И ты должна, ты будешь строить самостоятельно и индивидуально. И совпадет твое мнение вот с этим большинством или не совпадет, я считаю, дело десятое. Вообще это не важно. И вообще я с такими людьми, я говорю, цель которых только просто плюнуть и сблызнуть, я не вижу вообще смысла с ними общаться. Мне про меня саму никто не рассказывает, что лучше меня раз, или я спрошу мнение компетентных людей. Все. А дочка вообще гордится тобой? Она рассказывает друзьям, что ты вот голос... Ой, да, ты знаешь, ну ей, например, не верят. Говорят, да, конечно, сейчас. Да, она была в лагере детства, значит, и они ставили какой-то спектакль, и там типа у них вот персонаж был Яндекс.Алиса, что-то такое. И она говорит, а это моя мама. А они говорят, да сейчас, ага. И она пытается найти в интернете, а мы с ней еще к тому же разнофамильные. Ну, то есть совсем получается какая-то неправда. Подстава. Подстава, да-да-да-да-да. А вот еще немногие знают, но я скажу, что Татьяна озвучивала мою книжку, которая называется «Мой белый», и как называется, не озвучила, что ли, зачитала, я даже не знаю, как говорят об этом про книжки. И вот я хотела тебя спросить, насколько озвучивание книги отличает от озвучивания фильма? Как ты это чувствуешь? Да, отличается. Это другой жанр. И ты знаешь, мне кажется, озвучивание книги – это очень приятное творчество. Когда-нибудь я у него уйду, когда разгребусь с другими делами. Это очень, это совсем прям, знаешь, это совсем, это уютно, комфортно, потому что, ну, то есть ты существуешь там максимум во взаимодействии с режиссером, который, да, там высказывает свою концепцию, да, там что-то, что-то. У тебя еще там сидит звукорежиссер, и ты уже дальше сам творец вот этого, вот этого. И это так здорово, ты прям начинаешь это, упиваться, наслаждаться тем, что ты делаешь. Особенно, конечно, если хороший материал. Потому что материалы бывают разные, особенно современная литература. Я тебе могу сказать, пользуясь случаем, про твое творчество. Ты знаешь, вот мы когда с дочкой перечитывали Дубровского, я вдруг поняла, что, ой, что-то долговато, действительно. Какая-то первая часть, написательная, да-да-да-да-да-да. И подумала, а твоя книга, то есть которая тоже, да, там, большая, объемная, я прочитала, как заглотила. Я поняла, вот я уже, ну, ты меняешься со временем, да, у тебя появятся новые запросы, новые интересы, какие-то тебе нужны другие плоскости, чтобы по-другому смотрела на мир. Мне очень понравилась, какая ты неординарная, незаурядная. Как легко тебя читать. Ты знаешь, как воздушно. Это было воздушно, вот несмотря на объем, который есть реально, и реально нужно, да, читать. Вот. Во всем сквозит какая-то воздушность. Мне очень понравилось следить за этой героиней, ее мысли. Ну, все, вот от и до. Мне не хватит слов, мне не хватит твоего художественного слова, чтобы высказать тебе комплименты. И я их прям, как могу, выражаю, вот прям на 100, на 200%. Прям браво, аплодируешь. Спасибо. Давай, знаешь, что? Я подумала напоследок, можешь ли ты, я не знаю, сколько, наверное, это тоже такая дебильная просьба, которая тебя часто просит, можешь ли ты взять какую-нибудь фразу, любую, не знаю, осторожно, дверь закрывайте, или какую-нибудь по длине, если есть. И вот всеми голосами, которые есть, типа, там, Алиса, Скатать, Йоханссон, ее прочитать, рассказать, чтобы прям на контрасте мы услышали, насколько реально разные голоса у тебя. Слушай, ну это интересная задача, другое дело, что персонажи вот эти жизненные, да, девушки, надо понимать, что они не будут так сильно отличаться, потому что они жизненные. Вот даже мы разговаривая, да, мы вроде бы, в принципе, на одной тональности примерно одним тембром говорим, да, то есть они не сильно отличаются. Допустим, роботичная, более роботичная, там, Алиса, да, какую же фразу, давай какую-нибудь, придумай мне фразу, ты автор, давай, писатель. Давай скажем классную фразу, жизнь не делает ни одного лишнего движения. Жизнь не делает ни одного лишнего движения, да? Да. Слушай, потрясающая фраза, я даже с ней очень согласна, я считаю, что все случайности, они не случайны. Ага, так, ну давай, Алиса. Жизнь не делает ни одного лишнего движения. Я говорю, в ТикТоке изобразят лучше. Супер, вообще. Теперь давай, допустим, ага, Марго Робби, да, вот, как она именно Харли Квин. Жизнь не делает ни одного лишнего движения. Она такая у меня патологично-сексуальная. Ну, давай Скарлетт Йоханссон в фильме все-таки возьмем «Мстители», где у нее есть нагрузка, она спасает мир, да? Вот она так вот. Жизнь не делает ни одного лишнего движения. Она такая сухая. Блин, просто я как будто в киносе. Я как будто просто... Да-да-да-да. Кого-нибудь давай, как кто-то, 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 ну, давай возьмем Кэмерон Диас, да? Она такая более раскованная девчонка. Ага. Жизнь не делает ни одного лишнего движения. И то, видишь, что она там соприкасается с кем-то. Ну вот! Круто, круто. Спасибо тебе. Очень круто. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok